Посуда для приготовления здоровой пищи. Пищу лучше всего готовить в глиняной, стеклянной или эмалированной посуде. Эмалированная посуда, она хуже глиняной и стеклянной. То же самое относится к тарелкам и ложкам. Есть лучше с серебряными, позолоченными, деревянными, фарфоровыми или мельхиоровыми ложками и вилками. Лично я ем с серебряными. Алюминиевая посуда не годится. Алюминий, как и другие ядовитые металлы, обладает способностью накапливаться в организме, вызывая ряд тяжелых заболеваний. Он может стать причиной старческого слабоумия, повышенной возбудимости, анемии, головных болей, заболеваний почек, печени, колита и некоторых других. И тем не менее, он до сих пор используется. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что и сейчас алюминий используется для производства кухонной посуды, фольги, в которой заворочатся продукты, банок для пива и воды. Первое, что вы должны сделать, если всерьез озабочены собственным здоровьем и здоровьем членам своей семьи, это приобрести кухонную посуду нужного качества. Несколько способов приготовления пищи, которая позволяет сохранить максимум полезных веществ и ферментов в ней. Конечно, лучше всего употреблять натуральные продукты в свежем виде. Но ввиду того, что жители России проживают в таких климатических поясах, в которых бывают суровые зимы и сырой растительной пищи нет, либо она может отрицательно влиять в холодное время года на здоровье человека, Поэтому надо знать особенности термической обработки различных продуктов питания с наименьшими потерями биологической ценности. В некоторых случаях тепловая обработка улучшает вкусовые качества картофеля, круп, бобовых, облегчает их измельчение во рту и желудке. Но это не означает, что пища от этого становится более целебной. Нет, просто в таком виде ее легче съесть. Следующие советы специалистов в области приготовления блюд здоровой пищи Владимира Михайлова помогут вам в этом. Приготовление пищи на растительных подушках Михайлов предложил новый способ приготовления пищи на растительных подушках. На дно посуды укладывают слой всевозможных овощей, нарезанных соломкой или ломтиками. На него кладут основной продукт, например, рыбу, мясо или крупу. А сверху снова слой овощей. Все заливается кипящей водой с избытком и ставится на сильный огонь. И как только вода начинает вздрагивать, огонь надо уменьшить, чтобы не кипело, и выключить, когда блюдо почти готово. То есть, с учетом, что оно еще настоится до полного упривания. Приготовление пищи методом антракта. Максимально сохраняется ценность продукта и при приготовлении пищи методом антракта. Чередованием нагрева и настаиванием. Многочисленные исследования за рубежом и в нашей стране показали, что непрерывное нагревание продукта не нужно. Достаточно нагреть его до 100 градусов Цельсия, накрыть крышкой и настаивать, то есть томить, как это делали крестьяне в русской печи. Так не разрушаются белки, не эмульгируют жиры. Минут через 30-40 кастрюлю надо вновь поставить на огонь, довести до кипения, поварить 5-6 минут и опять сделать минут на 20 антракт. После чего блюдо готово. Совет. Приготовленную таким образом пищу надо есть в теплом виде. Остывшая пища не обладает нужным оздоровительным эффектом. Готовьте столько пищи, чтобы съесть ее за один раз. Если вы кушаете 2 раза в день, значит и готовить надо столько же. Не готовьте пищу на маслах, растительном или животном. Жир нагревается до 250 градусов Цельсия и быстро разрушает все полезное в пище. В самом масле при таком нагреве образуются крайне вредные для организма вещества типа олифы и слезоточивые газы. Для тушения овощей воспользуйте сковородкой, добавив в нее немного воды. О готовности тушеных и вареных овощей говорит небольшой хруст на зубах при их пережевывании. Если вы готовите пищу обычным образом, то не кладите одновременно овощи, которые требуют длительной и быстрой термической обработки. Например, крупу морков из зелени петрушки или укропа. Варите крупу до полуготовности, далее корни и плоды и лишь сняв блюдо с огня, положите зелень. Пользоваться скороварками не рекомендуется по той причине, что в них создается повышенное давление и поднимается температура выше 100 градусов Цельсия. Это сильно изменяет структуру пищи, разрушает биологические вещества, препятствует процессу самопереваривания и работы брюшного мозга с кишечной гормональной системой. Что это такое? Смотрите в моей книге. Все описано ранее. Не готовьте пищу в микроволновых печах. Это разрушает структуру пищи на информационно-энергетическом уровне. Качество воды используйте противо, ну или талу, она описана в моих книгах, или родниковую воду. Исследования некоторых ученых о свойствах воды показали, что вода быстро теряет свои природные свойства, проходя по железным трубам, находясь в железных или пластиковых ямкостях. Лучше всего ее свойство сохраняет стекло, керамика. Поэтому перед употреблением воды динаминизируйте ее, встряхните, перемешайте несколько раз, наливайте так, чтобы она падала в посуду с некоторой высоты. При достережении, хлорированная вода вредна для здоровья. Хлор, соединяясь с органическими веществами, образует различные ядовитые соединения типа диоксина. В цивилизованных странах воду давно озонируют. При использовании воды из-под крана, ее необходимо предварительно отстоять в течение суток, а затем прокипятить, еще раз отстоять и только тогда использовать. Употребление пищи в течение дня. Опираясь на физиологию пищеварения, мы можем наиболее рационально распределить прием разнохарактерной пищи в течение дня. Рекомендации, данные мной на основании учения натуропатов о приеме пищи в течение дня, не соответствуют интимным механизмам усвоения пищи, работе органов и движению энергии в организме. Конечно, они лучше общепринятых, но ниже изложены рекомендации еще лучше. Я пишу те данные, которые внесли новые рекомендации в распределение питания в течение дня. В Айурведе питание на протяжении дня согласовано с ритмами природы. Древние мудрецы подметили, что в течение суток последовательно сменяются три периода по четыре часа каждый. Первый период – покой по-индусски – кафа, что в переводе означает слизь. Второй – энергетической активности – пита, что в переводе означает желчь. И третий период – двигательная активность – вата, что в переводе означает ветер. Эти периоды в первую очередь связаны с солнечной активностью. Период кафа начинается с восхода солнца от шести до десяти часов. Как правило, утро спокойно. На физиологическом уровне организма это сказывается покоем и тяжестью тела. Период пита длится от десяти до четырнадцати часов и характеризуется высоким положением солнца. В это время мы особенно голодны и в нас наиболее силен по аналогии с солнцем огонь пищеварения. Период вата длится с четырнадцати до восемнадцати часов. Солнце раскалило землю, нагрело воздух. От этого начинается движение воздушных масс, поднимается ветер и все приходит в движение. Колышутся деревья, трава, вода и так далее. На физиологическом уровне это период двигательной активности, наивысшей работоспособности. Далее идет повторение с восемнадцати до двадцати двух кафа, с двадцати двух до двух ночи пита, с двух до шести утра вата. Именно в этом ритме живет весь мир животных и растений. Причем такая активность наблюдается как у дневных, так и ночных животных. Исходя из этих предпосылок, Аюрведа дает следующие рекомендации относительно питания в течение дня. Первое. Вставайте в период вата двигательной активности. Чуть раньше, с шести утра, время местное. Вы будете весь день активны. Если вставать в период кафа, покоя, будете весь день инертны. Встав, выпейте стакан теплой воды. Вата усиливает работу вашего кишечника и способствует эвакуации содержимого толстого кишечника. Второе. Когда появится легкий голод, небольшой завтрак. Третье. В период питы, особенно с двенадцати до четырнадцати часов. Когда пищеварительный огонь наиболее силен, съешьте самую большую по объему еду. По всей логике вещей, это должна быть крахмалистая пища с овощами, дающая максимальное количество энергии. Затем, тихонько посидите, желательно на пятках и подышите через правую ноздрю. Это еще больше увеличит ваш пищеварительный огонь. А далее, в течение двух часов, находитесь в горизонтальном положении. Сидите или ходите. Лучше ходите. Четвертое. В период окончания вата, начало кафа, перед заходом солнца, это семнадцать-двадцать часов. Легкий ужин в виде фруктов, овощного блюда, стакан кислого молока или теплого отвара из трав. Пятое. Ранее уже говорилось о циркуляции энергии в организме и биоэтмологической активности функции. Желудок активен с 7 до 9 часов утра. Тонкий кишечник с 13 до 15 часов дня. Далее, биоэтмологически активны совсем другие органы, связанные с распределением и усвоением принятой пищи в течение первой половины дня. Все эти перечисленные особенности делают двухразовое питание утро и обед более выгодным, чем рекомендации натуропатов. Они просто не знали о них. Восполним этот пробел. Первый прием пищи утром должен быть при ощущении голода, желательно после физических упражнений, бега, быстрой ходьбы, работы по дому и так далее. Вспомните крылатое выражение Поля Брега. Завтрак надо заработать. Принимайте натуральную, легко усваиваемую пищу в соответствии с сезоном года до легкого насыщения. Второй прием пищи в полдень должен быть при ощущении сильного голода и состоят из овощей, салат или тушеные овощи, либо первых блюд. Далее употребляйте цельную кашу, орехи, суп или хлеб из проросшего зерна, картофель и так далее. Приверженцы мяса, мясную пищу, но не чаще двух-трех раз в неделю. Третий прием пищи не позже 17-18 часов. Если в этом будет надобность. Он должен состоять из фруктов по сезону или размоченных сухофруктов, кислого молока. При отсутствии их можно выпить свежевыжатый сок из овощей или настой из трав. Суточное количество пищи должно составлять примерно полтора килограмма. Естественно, питание должно быть раздельным. Употребляйте белковую пищу в одну трапезу, а крахмалистую в другую. Даже в Библии этому вопросу уделено особое внимание. В книге Исход глава 16 в стихе 12 сказано. Вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. Конечно, могут быть разнообразные варианты в зависимости от традиций и привычек, но это наилучший и вы убедитесь сами. Очень важен вопрос, какая же пропорция должна соблюдаться между кислой белки и крахмалой и щелочной фрукты и овощей пищи в течение дня. Не разобравшись в нем, эффект от питания вы получите весьма малый. Ни для кого не секрет, что органы тела получают питание из крови. Кровяной поток в зависимости от пищи может меняться в кислую и щелочную сторону. Кислотная пропорция крови несет в себе энергетические вещества и возмещает расходы. Щелочная обеспечивает построение нашего организма, создание костей, нервов, мышц, поддержание физического и умственного здоровья и поддержание иммунитета организма. Большинство натуропатов называют следующую пропорцию 50-60% щелочной и 50-40% кислотной пищи. Например, Польбрех считает следующую пропорцию пищи идеальной. Одна пятая часть ежедневного приема пищи должна быть белковой, растительного и животного происхождения. Одна пятая из крахмалистой пищи, необдирные, то есть цельные злаки и крупы, а также натуральные соки и сахара. Это мед, сухофрукты, а также нерафинированные масла. Три пятых пищи должны составлять фрукты и овощи, сырые и правильно приготовленные. В процентном отношении такая диета выглядит так. 60% фрукты и овощи, 20% белковая пища, 7% крахмалистые продукты, 7% натуральные сахара и 6% масла. Индийские йоги определяют качество крови по цвету. Имеются различия в цвете между чистой кровью и нечистой. По их мнению, найчистейшая кровь сатвик, так они ее называют, должна быть на 60-70% щелочной. Такая кровь преобладает у людей, имеющих хорошее здоровье. Косвенно на это указывает чистый розовый язык и яркая розовая конъюнктива глаза. Если щелочная пропорция понизилась до 50-60%, то такая кровь будет называться раджастик. То есть кровь несколько худшего качества. Такая кровь доминирует у людей, восприимчивых ко всяким болезням или постоянно страдающих недомоганиями. Чрезмерно кислую кровь йоги называют тамасик, наихудшая по качеству. Такая кровь течет в телах хронически больных людей. Поэтому йоги также придерживаются щелочи образующей диеты и тех пропорций, которые указаны выше. Несколько своеобразный подход к ежедневной пропорции пищи у макробиотов. Это дальневосточных народов, в основном японцев. Слово макробиотика означает искусство долгой жизни. Я приведу стандартный режим макробиотического питания, который рекомендует специалист в этой области миккиокуши. Первое. Каждый прием пищи не менее чем на 50% должен состоять из злаков и в зернах цельных, а не лученных, приготовленных на разный манер. Злаки. Полноценный рис, пшеница, полноценный хлеб, крупы. Из предыдущего нам известно, что потребление углеводов вызывает сдвиг кислотно-щелочного равновесия в щелочную сторону. А вот очищенные крупы, полированный рис и мука в кислую. Отсюда становится ясно, что макробиоты сразу же стараются соблюдать правильную пропорцию пищи по самому главному параметру, но другими средствами. Второе. Каждый день ешьте 5% супа миса или супа тамари, одну-две маленькие чашки. Вкус их должен быть очень легким. Пользуйтесь несколькими видами овощей, морской травой, злаками и стручковыми. Чаще варьируйте. Миса. Засоленная растительная пасса на базе сои. Богато усваиваемыми белками, ферментами. Способствует пищеварению. Содержит витамин В12 и так далее. Миса получается в результате длительного брожения 2-3 года. Тамари. Перебродивший и посоленный соус на базе сои и пшеницы используется в небольшом количестве при приправах к супу и овощам. То есть это овощные супы с двумя вышеуказанными приправами. Третьи около 30% каждого приема пищи должны составлять овощи. 2-3 сваренные различными способами, обжаренные, запеченные в духовке. И 1-3 съедаются с сырыми в салатах из обработанных варкой или тушением овощей. При этом обработка огнем минимальна, овощи после нее наоборот становятся еще зеленее на цвет. 4-10-15% каждодневной еды состоят из бобовых и морской капусты. Отдавайте предпочтение гороху, чечевице. Умеренно приправляйте их тамари или морской солью. Морская капуста уникальный продукт, в котором содержится почти 7 микроэлементов. Она одна способствует пополнению запаса редко встречающимися микроэлементами. 5-1 или 2 раза в неделю можно есть рыбу в небольшом количестве, белую мякоть. Можно также брать на десерт фрукты 1 или 2 раза в неделю, сырые, сухие, вареные, всегда в небольшом количестве, четверть или ломтик свежих фруктов за 1 раз. Этот пункт указывает на очень осторожное потребление белковой пищи животного происхождения. Складывается впечатление, что они давно знали о реакциях специфического динамического действия пищи. Такое малое количество фруктов и так редко употребляемых ничего плохого не принесут. Соусы и тамари – интересные пищевые добавки. Они богаты витаминами и ферментами, что позволяет успешно переваривать и усваивать зерновые продукты. Вспомните, что на получение тысячи калорий из пищи должно израсходоваться столько-то витаминов В1, В2 и так далее. Поэтому они интуитивно и подобрали эти два продукта, богатые этими витаминами. Неясным из всех рекомендаций макробиотов остается пункт 3. Почему овощам уделяется в два раза меньше внимания, чем в натуропатической и йоговской кухне? Во-первых, японцы, которые в основном и придерживаются макробиотических принципов, живут на берегу моря. Потребляя продукты моря, морскую капусту и другие продукты, они прекрасно снабжают себя микроэлементным составом. Поэтому нет необходимости в таком большом потреблении овощных салатов. Во-вторых, была подмечена очень тонкая вещь. Есть продукты, как бы сжимающие и расширяющие организм. Вспомните из раздела микроэлементы о калии и натрии. Калий находится внутри клеток, а натрий во внеклеточной жидкости. Оба щелочные элементы, но при приеме пищи, богатой калием, а это в основном фрукты и многие овощи, усиливаются внутриклеточные процессы и выводится жидкость из организма. На уровне клеток это отражается сжиманием клеточных мембран, что ухудшает их функции. При пище, богатой натрием, это в основном крупы, морковь, корень одуванчика, происходит задержка воды в организме. На клеточном уровне происходит набухание мембран, что опять-таки ухудшает функционирование клеток. Сдвиг как в ту, так и в другую сторону угнетает жизненные процессы и поэтому нежелателен. Нужна золотая середина и оказывается, что пропорция макробиотов отвечает этому условию. Если это условие не соблюдается, происходит незаметное разрушение организма, а особенно страдают зубы. Так у несведущих сыроедов весьма быстро расшатываются зубы. О правильном соблюдении этого условия мы поговорим в следующей части. А теперь давайте более конкретно разберемся, сколько пищи съедать за один прием. Герберт Шелтон советует питаться в соответствии с индивидуальными потребностями. Другие вставать из-за стола с чувством легкого голода. Вот интересная пословица на этот счет, рассказанная мне писателем, моим хорошим знакомым, к сожалению, ныне покойным, Владимиром Георгиевичем Черкасовым. Если встал из-за стола с чувством легкого голода, ты наелся. Если чувствуешь, что наелся за столом, значит ты уже переел. А если чувствуешь, что объелся, значит ты уже отравился. Интересная рекомендация на этот счет у йогов. Первое. Чисто, сладкая и неострая пища, которая вкусна и приятна, должна наполнять половину желудка. Это известно как умеренное питание. По-индусски Митахара. Второе. Половина желудка должна быть наполнена пищей. Четверть водой. Другая четверть остается свободной для движения и образования газов. Эти рекомендации совпадают с ранее рассказанными рекомендациями специалиста по желудочно-кишечному тракту Витебского. Практические рекомендации по перевариванию и усвоению пищи. Теперь зная технологию переваривания и усвоения того или иного продукта, нам остается следовать им. Эти рекомендации дополняют предыдущие и позволяют нам еще больше укрепить здоровье. Первое. Принимайте натуральную пищу, богатую биоплазмой. Такая пища обладает наибольшим энергетическим потенциалом. Все структуры в ней не искажены, они целые. Аминокислоты, витамины, сахара, энзимы, минеральные вещества находятся в самом активном состоянии. В такой пище возможен индуцированный автолиз, позволяющий экономить около 50% пищеварительной энергии. Больше свежей растительной пищи, тепловую и другую обработку сведите к минимуму. Второе. Старайтесь принимать цельную пищу. В цельной пище и в продуктах питания находятся все необходимые элементы, как для усвоения, так и выведения ее после переваривания. Ваши материальные ресурсы тела не будут растрачиваться. Чем меньше рафинированной пищи, тем лучше здоровье и длиннее жизнь. Третье. В качестве основного топлива используйте углеводистую пищу с низким гликемическим индексом. Помните о реакциях специфического динамического действия пищи. Углеводная пища повышает их на 10-20, а белковая до 40%. При правильном питании нам хватает растительного белка. Излишек белка подрывает наши силы. Его надо выводить из организма. Четвертое. Первым блюдом принимайте салат. А в холодное время года теплое растительное блюдо. Тушеные овощи, борщ, щи. Это позволит ликвидировать пищевой лейкоцитоз. Постоянно пополнять щелочной резерв организма, а также поддерживать необходимую количественную и качественную концентрацию минеральных элементов в теле. Подготавливает обстановку для полноценного переваривания вареной пищи. Вареная пища снабжается витаминами и ферментами, уничтоженными при тепловой обработке. Помните, вы усваиваете столько пищи, насколько хватает витаминов и ферментов. Без этого пища превращается в полуфабрикат и зашлаковывает организм, образует слизь, которую вы отхаркиваете по утрам из легких износов. Сделаю оговорку, только свежее растительное блюдо способствует полной ликвидации пищевого лейкоцитоза. Приготовленные этим качеством не обладают. Снижают его лишь частично в зависимости от степени термической обработки. Пищевой лейкоцитоз – это скопление лейкоцитов возле пищеварительного тракта, как будто человек принял какую-то инфекцию и все лимфоциты стараются ее сразу же ликвидировать. Из-за этого страдает наш иммунитет, так как не защищает или в какой-то степени снижается защита остального организма. Помните, для того, чтобы укрепить иммунитет, вот простая рекомендация – свежая пища в начале еды. Пятое. Правильно сочетайте пищевые продукты. Это позволит вам полноценно переваривать и усваивать пищу, получать максимум пользы. Неправильное сочетание пищи подрывает ваши силы, портит весь желудочно-кишечный тракт. Уважайте технологию переваривания продуктов. Не требуйте от пищеварительной системы невозможного. Шестое. Правильно употребляйте пищу в течение дня. Это позволит вам всегда быть в форме, в любое время суток проявлять высокую умственную и физическую работоспособность. Седьмое. Соблюдайте пропорцию кислотной и щелочной пищи. Это позволит вам держаться на гребне здоровья, а не скатываться в ту или иную сторону. Восьмое. Что касается разнообразия продуктов питания, придерживайтесь сезонной смены продуктов. Потребляйте больше съедобных трав, пейте разнообразные травяные настои. Переход на правильное питание. Любой резкий переход к непривычной пище отражается на самочувствии человека. Ведь теперь нам известно, что организм на новые, необычные продукты питания, допустим, проросшее зерно, сырые овощи, фрукты и так далее, должен поставлять и специфические ферменты, которых вначале нет. В желудочно-кишечном тракте должна развиться другая микрофлора, перестроится кишечная, гормональная система, меняются вкусовые привычки и потребности в пище. Должна произойти и перестройка всего организма, что отражается не только в его физиологии, но и на психике человека. Естественно, этот процесс растянут во времени. К тому же, многие системы организма имеют определенную инертность. Поэтому надо знать и уважать физиологические механизмы, лежащие в основе этих процессов. К тому же, вы должны знать, что при переходе на правильное питание с нашего обычного извращенного наблюдается целый ряд перестроек в органах и системах, которые могут проявляться в виде болезненных кризисов. Знайте об этом и не пугайтесь. Кризисы лишь указывают, что вы на правильном пути. После таких кризисов вы поднимаетесь на новый уровень здоровья, которого у вас даже раньше не было. Как показала практика, ферментные системы желудочно-кишечного тракта на новую пищу перестраиваются за 3-12 месяцев. То же самое происходит и с микрофлорой кишечника. Кишечная гормональная система обладает большой инертностью. Ей для перестройки необходимо от 6 месяцев до 1 года. Изменение вкусовых привычек к поведению и психике человека требует еще более продолжительного времени – 1-2 года. Примерно за это время все эти механизмы входят в нужную силу и начинают прекрасно работать. Ступени перехода на новый вид пищи следующие. Во-первых, необходимо поменять последовательность приема пищевых продуктов. Жидкости до еды, фрукты до еды, первое блюдо – салат или тушеные овощи, тушеные до половины. Второе блюдо – либо крахмалистое, либо белковое. Но только одно. Во-вторых, исключаются все вредные продукты, рафинированные и стимуляторы типа кофе, чая, колбасы, торты и т.д. В-третьих, начинайте менять пропорцию сырой и вареной пищи в пользу сырой. Потихоньку приучайте свой организм к сырой пище. Начинайте пить по 100-200 граммов свежевыжатых овощных и фруктовых соков. Овощи вначале тушите, а затем все меньше и меньше подвергайте тепловой обработке и в конце концов старайтесь употреблять в сыром виде. Эта рекомендация в основном для лета. Для зимы она не подходит. Чередуйте, раз тушеные, раз сырые. В-четвертых, понемногу, от 20 до 50 грамм, начинайте включать в свой рацион сырые растительные блюда, проросшую пшеницу, размоченные крупы, дикорастущие съедобные плоды и травы. Каши больше замачивайте, чем варите. Точно так же поступайте и в остальном. Замена завтрака на прием фруктов, обед из первых блюд, хлеба, мяса заменяйте на стакан свежевыжатого сока, сырые или слабо тушеные овощи, каши или белковые продукты. Ужин заменяйте фруктовой едой, питьем свежевыжатого сока или стаканом кислого молока. Согласно сезону года, можно устраивать день клубники, день яблок, день винограда, день дым, день арбузов и так далее. Если следовать этому питательному режиму, то постепенно и незаметно изменятся вкусовые привычки. Пища, которая вначале казалась невкусной, даже невыносимой, становится приятной и желанной. Рекомендации, данные раньше, и эти можно свести к простым и доступным правилам. Первое. Ешьте утром и в полдень. Второе. Половину ежедневно принимаемой пищи должна составлять свежая сырая или тушеная растительная пища. Третье. Жидкости и фрукты употребляйте до еды или делайте из них отдельный прием пищи. Четвертое. Жевать и смачивать пищу хорошенько слюной, для чего есть медленно, пока пища не превратится в кашицу. Буквально таки в сок. Соки также должны быть смочены слюной, поэтому пить их надо мелкими глотками. Пятое. Первое блюдо салат по сезону или тушеные овощи, с учетом того, какое будет второе блюдо, крахмалистая или белковая. Второе блюдо желательно также по сезону, белковая или крахмалистая пища. Шестое. Сырая или тушеная растительная пища, а также вторые блюда, готовятся непосредственно перед употреблением. Седьмое. Откажитесь от искусственных и рафинированных продуктов – колбасы, торты, печенье, сахар и т.д. Не употребляйте никаких стимуляторов чая, кофе, алкоголя, ну за редким исключением. Если вы здоровы, то переход на правильное питание можно начать с очищающей диеты. Это диета, стимулирующая функции органов выделения и способствующая удалению из организма ядовитых метаболитов. Проводить ее только в летнее время года. Четыре дня подряд овощи, плоды, сырые или сок из них без ограничения, ничего вареного, 100 грамм хлеба из проросшего зерна. В эти четыре дня запрещается мясо, яйца, колбаса, белый хлеб, сухари, изделия из добного теста, супы и бульоны, шоколад, конфеты, мармелад, пастила, халва, алкоголь, табак. Пятый день. Все то же самое, но прибавить 50 грамм хлеба из проросшего зерна, высушенного на солнце. Очень важно, чтобы он был сухой. Шестой день. Все то же самое, но добавляем 2-3 печеных картофелины. Можно сделать пюре. Седьмой день. Все то же и пол литра кислого молока. Восьмой. Все то же и одно яйцо. Желток при этом сырой. Девятый день. Все то же, что и на восьмой день. Десятый день. Добавляется 1 чайная ложка топленого сливочного масла и 2 столовые ложки творога с 1 чайной ложкой растительного масла. Так продолжать еще 4 дня. Начиная с 15 дня можно есть 100 граммов мяса отварного, а лучше орехов, но не более 2 раз в неделю. В понедельник и вторник повторять режим первых 4 дней. Критерии нормальной работы желудочно-кишечного тракта следующие. Первое. При приеме свекольного сока моча не окрашивается в свекольный цвет. Это указывает на нормальное состояние эпители желудочно-кишечного тракта. Второе. Стол становится легким и бывает до 2-3 раз в день. Это указывает на нормальную функцию желчного отделения и прекрасную моторику желудочно-кишечного тракта. Третье. Консистенция фекалиев в виде полумягкой колбаски, без запаха и без включения непереваренных кусочков овощей, фруктов и т.д. Это указывает на нормальное всасывание воды в толстом кишечнике. А отсутствие запаха и кусочков овощей свидетельствует о развитии полноценной правильной микрофлоры. Можно провести специальный тест, который называется коэффициент кишечного гниения. При ненормальном метаболизме белков в печени и кишечнике вырабатываются токсические продукты, индолы. Они всасываются вместе с мочой. Сам тест проводится так. Смешивают свою мочу с соляной кислотой и железными опилками. Происходит реакция с выделением дыма. Дать смеси отстоять 2 минуты, а затем добавить 3 капли хлороформа. Дым усилится, а цвет изменится до темно-синего. Чем темнее дым, тем выше уровень ядовитых продуктов в вашем организме. Небольшое потемнение указывает, что в организме все нормально. Среднее потемнение в организме имеются проблемы. Сильное потемнение говорит об опасности. Надо срочно пересматривать и менять питание. Четвертое. Медленно изменяются пищевые привычки и потребности. Через 1-3 года вы перестанете потреблять нормальную пищу, ибо почувствуете на себе, как она отрицательно влияет на ваш организм. Нормально в смысле в кавычках. Ступени перехода на новый вид пищи следующие. Во-первых, необходимо поменять последовательность приема пищевых продуктов, жидкости до еды, фрукты до еды, первое блюдо – салат, либо тушеные овощи. Второе блюдо – либо углеводистое, либо белковое, но только одно. Во-вторых, исключая все вредные продукты, рафинированные и стимуляторы типа кофе, чая, колбасы, торты и так далее. В-третьих, начинайте менять пропорцию сырой и вареной пищи в пользу сырой. Потихоньку приучайте свой организм к сырой пище. Начинайте пить по 100-200 граммов свежевыжатых овощных и фруктовых соков. Овощи вначале тушите, а затем все менее и менее подвергайте тепловой обработке и в конце концов старайтесь употреблять в сыром виде. Но в холодное время года тушите, готовьте и употребляйте в теплом виде. Чередуйте раз тушеные, раз сырые. В-четвертых, понемногу от 20 до 50 граммов начинайте включать в свой рацион сырые растительные блюда, проросшую пшеницу, размоченные крупы, дикорастущие и съедобные плоды и травы. Каши больше заманчивайте, чем варите, но лучше употреблять их в теплом виде. Точно так же поступайте и в основном. Замена завтрака на прием фруктов, обеда из первых блюд, хлеба, мяса заменяйте на стакан свежевыжатого сока, сырые или слабо тушеные овощи и каши, ужин из первых и вторых блюд, чай питье на салат и орехи. Согласно сезону можно устраивать день клубники, день яблок, день винограда, день дынь, день арбузов и так далее. Если следовать такому питательному режиму, то постепенно и незаметно изменятся вкусовые привычки, пища, которая вначале казалась невкусной, даже невыносимой, становится приятной и желанной. Итак, рекомендации, данные раньше и новые, можно свести к простым и доступным правилам. Первое. Старайтесь кушать утром лучше всего с 8 до 9 часов и в полдень лучше всего с 13 до 14 часов. Вечером с 18 до 19 совсем немного. Второе. Половина ежедневно принимаемой пищи должна составлять свежая сырая растительная пища, либо приготовленная в теплом виде слабо тушеная. Третье. Жидкости и фрукты употребляйте до еды или делайте из них отдельный прием пищи, например, завтрак или ужин. Четвертое. Жевать и смачивать пищу хорошенько слюной, для чего есть медленно, пока пища не превратилась в кашицу. Соки, компоты, травяные чай и так далее должны быть смочены слюной, поэтому пить их надо мелкими глотками. Пятое. Первое блюдо. Салат из овощей по сезону. Листья, корни, плоды. Салат триада. Либо тушеные овощи в теплом виде. Второе блюдо. Желательно также по сезону белковая или крахмалистая пища. Шестое. Сырая растительная пища, тушеные овощи, а также второе блюдо готовятся непосредственно перед употреблением. Седьмое. Откажитесь от искусственных и рафинированных продуктов. Колбаса, торты, печенье, сахар и так далее. Не употребляйте никаких стимуляторов чая, кофе, алкоголя. Но за редким исключением.